Приветствую вас, друзья, подписчики и гости моего канала! Добро пожаловать в мой ресторан! Ребята, ссылочка на эту игру будет как всегда под видео. А сегодня я продолжу развивать и обустраивать свой ресторан. Сегодня я хочу купить уже второй этаж. Давайте забежим в мой ресторан и посмотрим, что у меня изменилось с прошлого раза. Вот он мой ресторанчик, пока что одноэтажный. Я добавила 4 столика, поставила 2 столика с этой стороны и 2 столика с этой стороны. В принципе, больше ничего новенького у меня не появилось. Давайте посмотрим, как работает мой стол заказов. Все нормально, мест хватает и заказы равномерно распределены. Посудомоечные машинки тоже справляются. И теперь посмотрим, сколько стоит второй этаж. 4500. Покупаем. Отлично! Теперь у меня появился второй этаж. Я перенесу туда всю свою мебель. На первом этаже у меня пока что будет пусто. Что же делать? У меня полный зал гостей, но, к сожалению, придется всех выгнать и закрыть свой ресторанчик на время. Закрываем. Мои гости обиделись и ушли. Но надеюсь они вернутся. Что ж, мне нужно убрать всю мебель и для этого есть волшебная кнопочка. Вот она, очистить этаж. Просто нажимаем на нее. И все. Наш этаж полностью очищен. И вся мебель появилась у нас в инвентаре. Для начала я поставлю здесь кухню. Я оставлю ее на первом этаже. Поставлю все свои самые хорошие плиты. У меня их три штуки. И теперь нужно отгородить зону кухни столиками. Надо оставить достаточно места, чтобы моим поварам было удобно ходить. Поставлю здесь два столика. И теперь мне нужно поставить стол заказов. Здесь. И отгородим еще кусочек. Так. И не буду делать слишком большой. Пока плит у меня немного, я сделаю вот такой коротенький уголочек. Поставлю еще столик. Здесь. И нет, больше столиков ставить не буду. А то будет слишком узкий проход. Ну все, моя кухня готова. Теперь нужно поставить посудомоечные машины. И поставлю я их поближе к своему порталу. Чтобы моим официантам было удобно быстренько сдавать грязную посуду в мойку. Так, ну все. В принципе, первый этаж у меня готов. Пока никаких украшений я здесь делать не буду. Поднимаемся на второй этаж. Здесь у меня абсолютно пусто. Украшать я здесь тоже ничего не буду. Не буду покупать плитку. Сразу начну ставить столики. Это для того, чтобы сэкономить, а заодно, чтобы заработать побольше денежек. Ставлю столики очень-очень плотно. Чтобы занять все свободное место. И теперь расставляю стульчики. Это у меня будут четырехместные столики. Ко мне будут приходить клиенты сразу по четыре штуки. Это, по-моему, самый удобный вариант. С этой стороны тоже расставляю стульчики. И здесь. И все. Мебель закончилась. Нужно идти в магазин и купить еще столиков и стульчиков. Я возьму такие же столики за 200 долларов. Возьму пока 9 штук. Я думаю, мне должно хватить. Если что, вернемся и купим еще. И стульчики. Мне нужно по четыре стульчика на каждый столик. Так. И еще. Еще немного. Ну все. Я думаю, достаточно. Возвращаемся в мой ресторан. Поднимаемся на второй этаж. И теперь я буду доставлять столики. И у меня опять не хватило столиков. Возвращаемся опять в магазин. Я уже открыла свой ресторан, чтобы ко мне приходили гости и приносили свои денежки. Так. Мне осталось поставить три столика. И к ним нужно 12 стульчиков. Раз, два, три, четыре. Готово. Идем обратно. Поднимаемся на второй этаж. Отлично. И продолжаем доставлять столики. Все. Вот так вот будет выглядеть мой второй этаж. Я специально оставила здесь свободное место для дополнительного оборудования. Ну все. Немножко простенько смотрится. Без оформления. Без красивого пола и красивых стульчиков. Но пока у меня будет так. Теперь на втором этаже мебели у меня больше, чем на первом этаже. И больше стульчиков. Соответственно будет приходить больше клиентов. И для того, чтобы всех обслужить, мне нужно купить еще официантов. Возьму пока что три. И давайте спустимся на первый этаж и посмотрим, как будет работать моя кухня. Будет ли она справляться. И как будут справляться мои официанты. Пока мой стол заказов находится в идеальном состоянии. Количество принятых заказов и готовых находится примерно в равном количестве. А вот сейчас зеленых заказов стало больше. Это значит, что мои официанты не успевают разносить заказы. Итак, значит мне нужно купить еще официантов. Я тогда куплю всех, какие мне доступны. И посмотрим, как теперь будет справляться моя кухня. Пока готовых заказов больше, чем принятых. Но для этого нужно время. И пока у нас оно есть, сходим в магазинчик и посмотрим. Ребята, здесь можно покупать вещи со скидкой. Вот, например, стол заказов стоит 310. Но это только для тех, у кого есть VIP. Итак, друзья. Также я хочу купить вот этот колодец с желанием. Я куплю автомат со жвачкой. Поставлю его на втором этаже. И мне надо купить ювелирный стенд. Он стоит 35 тысяч. Я возьму пока что один. Этот стенд будет привлекать селебрити. То есть посетителей звезд. Поднимаюсь на второй этаж. Поставлю здесь автомат со жвачкой. Вот здесь возле выхода. Чтобы мои гости, уходя, брали себе жвачку. Так, и дальше мне нужно поставить вот этот стенд ювелирный. Поставлю в уголке. У меня уже довольно много гостей. Это хорошо. Идем на первый этаж. И теперь я хочу понаблюдать, как работает моя кухня. Хватает ли места. Очень много заказов. И мне нужно купить еще столы заказов. Отправляемся в магазин. Куплю сразу парочку с запасом. Давайте их поставим. Посмотрим, как это поможет моему ресторану. Убираем крайние столики. И здесь я поставлю столы заказов. Один здесь и один здесь. И теперь немножко понаблюдаю. Мои новые столы заказов тоже стали заполняться. Но у меня очень много новых заказов, которые отображаются голубым цветом. И это значит, что мои повара не успевают готовить. И чтобы все было в норме, нужно купить еще одну плиту. И нанять еще одного повара. Что ж, отправляемся в магазин. Посмотрим, какую плиту лучше купить. Вот такая плита у меня. 9,700, 22, 90,000. А сколько стоит самая дорогая плита? 200,000. Это максимальная прокачанная плита. Что ж, я пока возьму себе такую же плиту, какая есть у меня. Вот эту. Я думаю, на первое время будет достаточно. Возвращаемся обратно. Посудомойки пока работают нормально. И поставим новую плиту сюда. Теперь мне нужно нанять еще одного повара. Так, у меня выполнилось задание, квестик. И теперь посмотрим, как будут работать мои столы заказов. Ну, на это надо чуть больше времени. Ну, по крайней мере, места стало больше. И три стола заказов, это даже с запасом на более большой ресторан. Ну, а пока я прогуляюсь по ресторанам своих подписчиков. И первый, кому мы пойдем, это Артем Палар Берр, 19,55. Вот такой вот у него ресторанчик. Он только еще недавно начал играть. У него начальные плиты и начальные раковины. Надеюсь, он скоро разовьет свой ресторанчик. Он у него будет большой и красивый. Но пока у него вот такой маленький и скромный. Что ж, я иду дальше. На сервере находится еще один мой друг и подписчик. Никита Немо Фантом. У него уже очень прокачанный ресторан. Сейчас я покажу, как он выглядит. Десять этажей. Вот такой вот он. И у него скин. На данный момент этот скин уже получить нельзя, потому что его можно получить было за эвент на Хэллоуин, который был в прошлом году. У меня немножко здесь все подтормаживает. Немножко придется подождать, пока прогрузится ресторанчик. И потом я вам покажу, что у Никиты есть интересного. Но могу сказать сразу, у Никиты куплен музыкальный автомат за робоксы. И он может слушать любую музыку, какая ему нравится. С помощью этого автомата. Так, здесь у него находится кухня, золотые плиты, пиратские столики. Вот так вот это выглядит. Здесь у него стоят игровые автоматы. А мы поднимаемся на второй этаж. Здесь у него столики расставлены таким образом. Посередине тоже стоит кухня, стол заказов и пару посудомоек. Также у него есть банка для чаевых. Поднимаемся выше. Третий этаж. Третий этаж оформлен вот таким образом. Все очень ярко, красиво. Здесь сидят подписчики ютубера. Четвертый этаж оформлен таким образом. Здесь по углам стоят столики для ютуберов. И кнопки, которые увеличивают шанс прихода ютуберов. Идем дальше. Пятый этаж. Пятый этаж выглядит вот таким образом. Такое ощущение, что я здесь уже была. Шестой этаж оформлен вот так вот. Простенько, но со вкусом. Седьмой этаж. Выглядит вот так. И здесь стоит пирамида. Она стоит 10 миллионов. И я тоже хочу купить такую пирамиду. Но со временем, когда у меня накопятся денежки. Идем дальше. Восьмой этаж. Выглядит вот так. Похож, по-моему, на предыдущий этаж. И девятый этаж. Выглядит таким образом. Здесь тоже стоят столики пиратов. И идем на последний этаж. Здесь у него стоят столики для вип-клиентов. Золотая кухня. Золотые посудомойки. Здесь также стоят столы для ютуберов. Вот такой памятник есть. И камин. Вот так вот выглядит ресторан Никиты. И я хочу отсюда выйти, потому что у меня здесь все тормозит. Скорее бежим отсюда. Ресторан классный, но очень много там людей. Фух, я вышла. Теперь идем ко мне. Так, я телепортировалась в свой ресторан. И давайте посмотрим. Так, что я вижу? У нас весь. Все столы заказов забиты готовыми заказами. Это значит, что мне не хватает официантов. Но следующего я смогу купить только на 13 уровне. Или за 300 робоксов. Что ж, посмотрим. Может быть немножко изменится ситуация. Подождем, понаблюдаем. Заказы разносятся. Вроде нормально все. Появляются новые заказы. Но ничего, бывает. Новый уровень у меня появился. Что ж, ребята, я накопила денежки. И хочу купить колодец желаний. Он стоит 77777. А у меня есть 78000. И мне на него как раз хватает. Я его покупаю. Отлично. Первая такая большая покупка в мой ресторан. И теперь я его поставлю где-нибудь здесь, на первом этаже. И буду его периодически активировать. Колодец желаний дает бонусы каждые 5 часов. Давайте посмотрим, что мне выпадет. Встану так, чтобы было видно. И мне выпал VIP-посетитель. Давайте его встречать. Да, вот он пришел в золотой одежде. Еще я их называю мистеры роблоксы. Они приносят очень много денежек. Поднимаемся на второй этаж. Посмотрим. Эти VIP-клиенты берут всегда самую дорогую еду, которая есть в вашем ресторане. Если у вас уже довольно хорошо развит ресторан, он будет брать самую дорогую еду. Давайте посмотрим, что он заказал, что ему сейчас принесут. И сравним с нашими рецептами. Немножко придется подождать. Вот, ему принесли шоколадку. По крайней мере, это выглядит как шоколад. Давайте посмотрим. Да, вот она самая дорогая еда. Стоит она 70 долларов. И посмотрим, сколько он нам оставит после того, как поест. Я немножко ускорю видео, чтобы нам долго не пришлось ждать. И, по-моему, он уже доедает. Отлично. Давайте возьмем, посмотрим. Опа! Не хватает места в посудомоечной машине. Значит, мне надо будет купить посудомойку. И оставил он нам 700 долларов. Это в 10 раз больше, чем стоит наше блюдо. Поэтому очень важно привлекать вип-клиентов. Они очень хорошо платят. Что ж, ребята, раз у меня не хватает места в посудомоечной машине, надо купить еще одну посудомоечную. Я возьму такую же, как у меня была. Стоит она 5500. Мне как раз на нее хватает. Покупаю. И теперь возвращаюсь в свой ресторан. И поставлю ее здесь на место. Теперь, я думаю, у меня не будет проблем с местом в посудомоечных машинах. И процесс зарабатывания денег пойдет быстрее. Все, отлично. Все работает как часы. Ну вот, друзья, на сегодня все. Я купила второй этаж. Обустроила его. И немножко улучшила оборудование на первом этаже. В следующий раз я продолжу развивать свой ресторан. Посмотрим. Возможно, я даже куплю третий этаж. Загадывать пока не буду. Если видео вам понравилось, ставьте лайк. Подписывайтесь на мой канал. И пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok